Смотрите, на будущее вы будете тянуться дома Мы с вами делаем растяжку раз в неделю со мной Примерно то же самое вы должны будете дома делать Просто в меньшем количестве, может быть, да? После тренировки на следующий день обязательно тянемся Какие-то травмы, ребят? Потянутые связки, порванные, может быть Какие-то мышцы Ну, чтобы я понимала, чтобы вам ничего не навредить Все нормально, отлично Чего вы ждете от растяжки сегодня? Как вы себе представляете? По крайней мере, мне кажется, что она не должна быть похожа на тяжелый физический труд Поиск не должен подниматься высоко, все-таки это растяжка Мне кажется, повышенный такой болевой порог просто Потому что мышца не катается даже Эмоционально будет даже тяжелее, мне кажется, чем на силовых тренировках Какие у нас есть факторы, которые увеличивают гибкость? Чем лучше вы разогрелись, тем лучше у вас будет растяжка После тренировки можно тянуться У нас есть гибкость пассивная, есть активная Активная – это когда вы сами тянетесь, то есть прикладывая максимально усилия для своей растяжки Пассивная – это когда вы с помощью кого-то или чего-то делаете Я вам сегодня покажу, что вы можете по парам сделать какие-то элементы растяжки После тренировки вот эта пассивная гибкость, она у вас будет намного выше По многим исследованиям, ваше психоэмоциональное состояние, оно тоже влияет на гибкость Поэтому не делайте растяжку вот так вот на бегу, в попыхах, когда вы морально к ней тоже не подготовились Начнем с самого простого, я помогу вам растянуть немножко заднюю поверхность голени Ну ему нравится, уже хорошо Уже не зря пришел Максимально ногу расслабляем на валике Чем лучше вы умеете расслабиться, тем более глубоко мы все это сможем промассировать Приподнимаем таз и начинаем потихонечку накатываться вперед-назад Небольшой амплитудой, буквально несколько сантиметров Мы катаем и к внутренней части Больно, да? На каблуках ходишь, да? Что? Изменилась Что? Внутри где? Распределилась Чувствуете, что прыгает, да? Больно, больно Мне кажется, может быть там сделано, я вообще не что-то перекатывается внутри Ну вот у Марго ничего не забито, у нее все в порядке Чем больше делайте, в больнице становится Это правильно? Почему это происходит? Потому что мышца у тебя расслабляется, более глубокое воздействие происходит Оставляем с самой точки болезни на ногу и круговым движением В одну сторону Не-не-не, стопой И пошел в одну сторону Приятненько, да? Очень И в другую Оля у нас такая модель, наверняка ходит на высоких каблуках Да, Оль? На средних На каблучках ходит Вот поэтому очень чувствительно будет У меня сейчас боксер ходит на растяжку Он на Европе выступает, на чемпионатах Он говорит, какая-то камера пыток у тебя Я знала, конечно, что такое больно, но чтобы так Вот И очень сожалел, что он раньше, ну, к сожалению, так не тянулся Вот я здесь сейчас прям валик очень плохо То есть вы тянетесь все, все время мало Если в тяжелой атлетике они еще как-то побольше, наверное, уделяют внимание Пауэрлифтеры вообще не тянутся практически Вы можете заметить, что одна нога сильнее болит, чем другая Это нормально, потому что у нас у всех есть такой мышечный дисбаланс Мы всегда на одну сторону делаем сильнее У нас есть ведущая, да? Там, как говорят, кто прыгает, там, толчковая нога Я хочу, чтобы вы сегодня запомнили ощущения свои мышечные То есть на работе с валиком и на растяжке И примерно недели через две Ого, я не думал, что у меня кроножная такая забитая А как у тебя правая была? Так же? Не, я сейчас левая, но просто, в принципе Или просто я не подходила Валик под любую ногу подкладываем И опускаемся на локте, как в положении планки Вторую ногу сгибаем И от колена начинаем по чуть-чуть накатываться Внутреннюю часть, серединочку, внешнюю Внешнюю Поэтому мы не хотели брать мужа и жену в одну команду Ребята, двигаемся не надо высоко туда, к середине Ну вот, не зажатые ноги Если дома будете кататься, если есть кому помочь Пусть немножечко поднажмут где-то, ладно? Мышца прыгает у Ани Зажата очень сильно Живот не давишь, она перекатывается и скачет, прыгает Регулируйте стопой То есть стопу заворачиваете пяткой наружу Давай, не сдавайся Пяткой вовнутрь И вы будете чувствовать, как у вас мышца, да? С разных сторон будет кататься Не надо вперед Маргарита Вот, вот, потихонечку Стань на локти Согни ногу Да расслабь ногу, расслабь Вот близняшки тоже плакали, плакали А так ничего Чтобы забились мышцы, чтобы они были неэластичные Это не обязательно ходить в качалку Зарядку дома кто-нибудь делает Хотя бы потягушки какие-то нет, никто не делает Из-за нашего образа жизни То, что все на машине сейчас пересели Сидят в офисах за компьютерами У нас мышца, ну так, для тех, кто не сильно в теме по физиологии Волокно мышечное, оно такой пленочкой покрыто, да? Фасция есть, как мешочек такой И у детей вот эта вот фасция, она очень свободно двигается Поэтому у них мышцы такие эластичные У детей избиваются мышцы? Нет Они достаточно мягкие все Они такие упругие, но при этом у них мягкие мышцы Вот детям массаж, когда делаешь А у нас получается, что эта пленочка, она начинает так мышцы как бы прилипать Грубо говоря, она слипается И за счет этого теряется эластичность Между вот этой пленочкой и мышечным волокном Там что, у нас должны проходить питательные вещества Когда этого не происходит, все слипшееся Конечно, у вас и мышца не получает должного питания Вам приводящие необходимо, да, растягивать Дома будет тянуть, выпады тоже сегодня потянем Потому что у вас стопы 45 Если ребята-лифтеры, они приседают, ну, становую делают, да, у них ноги параллельно стоят Стопы У вас все-таки приводящие больше Локоть ставим сзади Две ноги ставим в упор Чуть-чуть приподнимаемся И движение будет не очень большое Позвоночник не трогаем, хорошо? Сбоку Почувствуйте именно вот мышцу Илья, ниже скатывайся к плечу, чтобы валикшу И пошел вот до сюда, понял? Прямо до плеча уходишь Вот сюда Чуть-чуть скрутись боком И вот здесь накажешь Понял? Вот эту часть Здесь могут похрустеть позвонки грудные Потому что мышцы в тонусе Мы сейчас мышцы под разомнем отпустим Напряжение И позвоночник может на место встать, если где-то что-то вышло Здесь хуже всего потянулось у Ильи Больше всего зажато, значит, вверх Ребята, которые боксом часто занимаются Или качают грудные мышцы Они немножко плечи, да, такие становятся Пока ты здесь Тогда спины делай побольше Если ходишь куда-то, да, делаешь Ту же штангу используешь Сделай больше внимания наверх спины Садимся на пятки Руками подхватываем себя под носочки Под стопы, под пальцы И с прямой спиной начинаем потихонечку тянуться вперед Сейчас у многих может быть ощущение, да, что сводят ноги Стоять, стоять Вот ты должен свою ладонь вот сюда, под низ Понял? Опустись, пожалуйста Вот так И тянешь пальцы сюда Работа со стопой-то не для того, чтобы носочек у вас тянулся Там, как у гимнаста, как у балерин Работа со стопой, она нужна для правильного кровообращения У нас голень на себя очень много нагрузки принимает Потому что мы ходим Это самое наше естественное Ну, у всех практически, я надеюсь, движение А не лежать где-то дома на диване, да Садимся одна нога вперед Стопу вперед И уезжаем ногой назад Закручиваем вниз бедро Таз четко вперед Направляем косточки тазовые И ложимся аккуратненько вниз Расслабляемся У вас ягодичные мышцы должны быть растянуты хорошо И задняя поверхность бедра тоже, да Для приседаний Впереди поставить руки Наступаем на стопу также, да И потихоньку можно вытягиваться вверх Вы можете растяжку начинать именно со стоп Когда вы работаете именно с поверхностью стопы Такой, да, на которую наступаем У вас запускаются процессы, которые улучшают состояние вашей поясницы Если зажалась поясница И мало ли там схватила, где-то что-то защемило Поработайте со стопой Нога чуть-чуть согнута впереди Связки сейчас не трогаем под коленом Только мышцу почувствуйте Таз подкручиваем максимально назад Прогибаемся в пояснице И кому-то будет уже здесь больно Больно? Чувствуешь? Задача сейчас не связки потянуть под коленом А именно мышцу потянуть Вот нажал чуть-чуть и отпустил Здесь может быть маленькая амплитуда Ни на кого не смотрите Научитесь работать по ощущениям своим Тянется достаточно Еще, Илья, разогни немножко колено Сильно не нужно сгибать, чуть-чуть У вас не должно быть просто болезненности под коленом Зачем ты так заваливаешься в правую сторону? Я тебя... Смотрите, давайте так Пусть амплитуда будет не сильно большая Задачи нету сейчас раз и пополам вас сложить Нет, заверните таз правильно Не надо вот этого Завернули таз, косточки тазовые, подвздошные Все вперед смотрят И вот с такой вот начинаем наклоняться Плечи на одном уровне И только в конце начинаем скручиваться противоположно О, воздушку на пятки носил Открытие Когда, ребят, у вас спина прямая У вас максимальное тогда натяжение, да? Всех фасций Захватили друг друга У Даши ноги прямые И прогибаешься в пояснице Ты тоже с прямой спиной Выпрями спину И оттягиваешься назад с прямой спиной Три, два, один Еще динамично работаем Два, один Не стесняйся Вот так Смотри в глаза своему мучителю Вот так Прогибайся в пояснице, Даши У тебя прямая спина Два, три Отпустила Еще раз Два, три Отпустила Еще Опусти плечо Вот И теперь округляй Округляй Вот, вот Держись правой рукой Смотрите Если вы скрутитесь немножко Округлите поясницу У вас прекрасно вся спина потянется Есть у кого не тянется Говорите Андрей, у тебя тянется спина? Здесь немножко положения Индивидуально находим Вы должны вес тела перенести На впереди стоящую ногу И плечо вперед у вас не должно уходить Мы грудную растягиваем Бицепс, поняли? Грудную мышцу должны включить Прямо всем весом надавить Отлично В другую сторону также потянитесь Чуть-чуть отшагнули назад И проваливаемся в пояснице Накатываемся вперед Руки могут немножко сползти вниз Еще Хорошо, возвращаемся Отлично Плечо опускаете вниз Локоть повыше И притягиваете к себе А плечо тянете назад Эту руку тянешь А тут как противовес Ты должен опустить ее И назад потянуть Чувствую? Вот, находи, находи, находи Ну, задняя, я же заднюю должен Да А не переднюю Ищи, ищи для себя положить Может, руку чуть ниже Чуть выше Найди для себя Индивидуально Такой болевой Болевой приемчик Такой раз Резко подходит Что-то сюда в гимн Ищи Плечо мы тянем трицепс Чтобы у нас ногти поворачивались Чтобы у меня забит Он не поворачивается То есть должен быть подворот Ногтяжный И штанга ложилась На дельту Ну, на плечо Ну, покажу вам тоже Среди недели Как еще раскатать трицепс А вот это Это? Да Вот литя Еще ничего сам делать не хочет Я сказал, что я ожидал Чуть-чуть боли Но было чуть больше Чем чуть-чуть Но мне понравилось То есть любишь, когда больно Мазохист Ну, слышь Ну, у меня такая Охватывает какая-то злость То, что я не растяну То, что я не могу И прям хочется Там аж Пять дней в неделю тянуться Но я понимаю Что это опасно Опасности в растяжке Нет никакой Если вы делаете ее правильно Да? Я вам сегодня Не все показала Мы сделали самые базовые На крупные группы мышц Мы сегодня поработали с вами Тянись каждый день Пусть это будет 10 минут Утром там Или 5 минут вечером Тянитесь каждый день Ты увидишь Насколько у тебя легче Будет вообще тело себя чувствовать Девчонкам было не очень тяжело Я думаю, да? Спине очень тяжело Спина зажата Чувствуешь все-таки Эту левую половину Она у тебя начинается От поясницы Хоть чувствуешь ты Больше верхушку Наверное, да? Но когда в наклоне Ты стоишь У тебя видно Что левая половинка Именно поясницы В тонусе Сильнее, чем правая Ты ее растягиваешь Да Всю левую делаешь Чуть больше, чем правую У тебя Ольга Голень сильно зажата И внешняя сторона Федра Очень голая На самом деле Сергей достаточно мобильный И я удивился Так, что он так зажат Как оказалось На теневке Он реально мобильный А здесь нету Никакой Вообще Чему тут удивляться То есть у него Может быть Прекрасная Мобильность Например Плечевых суставов Но Но при этом У него вообще Мышцы настолько зажаты То есть Не путайте Зажатые мышцы И мобильность суставов Если ему подрастянуть мышцы У него будет Прекрасно работать Суставы все Я так понимаю Он очень сильнее будет На ближайшие Конечно То есть Если он объединит Вот эти усилия На гибкости И да С тяжелой атлетикой У тебя будут вообще Другие результаты Для меня тоже Полшок Потому что Ну то есть Как мне казалось Мне легко Отдаются все Вот эти вот Ну Вороты рук Наверх Ну то есть Ну а ты чувствуешь Сереж Сам вот эту разницу Как у тебя Именно сустав работает И как ты Мышцу чувствуешь Когда тянешься То есть Это абсолютно Разные вещи Ну а так Молодцы Из группы У Ани Самая хорошая Растяжка Ну она и по комплекции Да Не закачана Не перекачана Плюс занимается Наверное Как-то собой Да Да Занимается Даша Как-никак Тянется Да Я так понимаю Что она тянулась Я думаю Что чуть поработать И будет хорошо У Ильи Самая Печальная история На сегодняшний день Вот И поэтому Будет очень интересно Как с такого состояния Вот за 3 месяца Он изменится И как это повлияет На его показатели Насколько ему Станет ли легче А может ему станет Тяжелее Выполнять упражнения Да Мне вот еще Очень интересно Вот Ну я думаю Не мне одному В плане мышечного роста Как влияет растяжка Она же довольно положительно Влияет Она отлично влияет У меня последнее время Наши тренажерщики В клубе В котором я работаю Они сейчас все В очередь стоят на растяжку Вот Потому что потянулся один Рассказал как классно И как он стал работать На силовых Да И ему стало легче Потом он привел второго И они сейчас уже Записались все ко мне Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok